здравствуйте все на канале творческий сундучок с вами татьяна я продолжаю утилизировать старые джинсы джинсовые обрезки для моего сегодняшнего проекта мне понадобятся джинсовые полоски шириной 7 сантиметров у меня достаточно много джинсовых обрезков в основном они короткие и вот таких синих оттенков различных и еще я хочу использовать коричневые джинсы я никогда этот цвет не использовала в сочетании синим и посмотрим что у нас получится для нарезания полосок я воспользуюсь вот такой обрезком вот такой панели похоже что это мебельная панель и ширина ее ровно 7 сантиметров это я удачно у себя обнаружила то есть мне достаточно ее просто положить на ткань и очертить с двух сторон так я и буду продолжать после того как я нарезала полоски с помощью вот этой панели как я ее обозвала я потом прочитала что это наличник вот очень очень мне понравилось с ее помощью работать синие полоски у меня оказались в основном короткие причем резала я не учитывая направление нитей то есть вдоль и поперек как позволяли размеры а вот коричневые я разрезала вдоль штанины они у меня длинные и еще я добавила свои старые вельветовые песочного цвета использовала изнаночную сторону хотя ворс здесь шелковистый и он не цепляет на себя мусор просто изнанка оказалось потемнее и по фактуре ближе к джинсовой и теперь смотрите у меня полоски нарезаны по короткой стороне не по прямой и как можно не заморачиваясь нарезать полоски скошенные под углом 45 градусов для этого достаточно сделать одну такую деталь и использовать ее как шаблон собственно я так и делала на длинную полоску накладываю выравнивая край затем сверху накладываю линеечку и очерчиваю и вот уже две полоски у меня получаются под углом 45 градусов я думаю что мало у кого есть мат для резки и вот такой способ он очень удобный ну и потом все эти мелкие детали я собираю в длинные полоски длина примерно равна длине предполагаемого коврика и швы я вот так разутюживаю дальше для основы я взяла вот такую плотную ткань немного больше размеры предполагаемого коврика и начинаю нашивать на него наборные полоски я прикладываю полоску краю вот таким образом и первую строчку я делаю самый край вот я пристрочила первую полоску затем на пришитую первую полоску накладываю следующую скалываю и строчить уже буду вот по этому краю иглу я беру толстую для джинсов сотка но а нитки я использую из старых запасов это у меня сороковка ну вот девочки так это выглядит я пристрочила отвернула при утюжила и сделала сверху от строчку темно-синими нитками ну и в таком же порядке я буду настрачивать остальные джинсовые полоски ну вот я заполнила всю основу и вы видите что здесь использованы даже совсем такие небольшие кусочки джинсов я осноровила коврик в прошлых видео было два комментария спрашивали что такое осноровить я сама долго не пользовалась этим словом и то есть я выровняла по краям всю заготовку и теперь мне ее надо окантовать для окантовки я вырезала вот такую ленту шириной 6 сантиметров она долевая нашивать окантовку буду с лицевой стороны и затем подверну наизнанку окантовка сделано я не стала в деталях показывать как ее пришивали на канале есть несколько видео где подробно показываю как я пришиваю окантовку после того как я пришила бейку с лицевой стороны я ее завернула на нижнюю сторону и затем с лицевой стороны в край окантовки прострочила на машинке и вот так это выглядит с изнанки у нас получился такой вот довольно симпатичный коврик из не скажу что совсем мелких но достаточно маленьких джинсовых отрезков и я довольна сегодняшней утилизацией и коврик конечно будет использоваться если вам понравилась эта работа этот коврик поделитесь в комментариях я стараюсь ответить на все ваши отзывы и мне нравится такое общение а я с вами на этом прощаюсь до встречи в следующем видео и не забудьте нажать на колокольчик чтобы не пропустить это видео до скорой встречи